И снова здравствуйте, мои девочки, дорогие мои котики! Сейчас будет такое гадание, я бы сказала, оно будет тяжеловатое, потому что я бы, конечно, тут его сделала вообще на 5 часов, да, на каждый вариант, чтобы хорошенько так разложить, да. Но из-за того, что рамки видео всё-таки какие-то у меня есть, буду стараться поменьше, да. И посущественнее говорить по каждому варианту. Итак, девочки, тема тяжёлая, тема долгих отношений с женатиком. И если вы зашли, то, с одной стороны, я даже немного сочувствую вам из-за вот этой вот всей тягомотины, которая у вас есть с женатым мужчиной. Но иногда просто не хватает, знаете, такого доброго слова, слова поддержки даже, я бы сказала, когда вот втягиваешься, вливаешься в эти отношения. И иногда это даже не по своей вине, да. Некоторые могут говорить, да это по дурости какие-то отношения. Ну, в общем, девочки, ладно, не будем болтать, будем раскладывать. Будем сейчас с вами гадать на чёрном таро и на густаве климте таро, на золотом таро, на чёрном и на золотом. На чёрном мы будем смотреть чувственную сферу, а на золотом таро мы посмотрим именно вот эти вот подводные камни, именно отношения мужа-мужчины именно к вам. Ну, вы, в общем, увидите, как будет говорить этот таро. Сначала чувственную сферу разложим. Любит, не любит и вообще чёрного от вас хочет, да. Кстати, об этой теме я буду ещё говорить на своём втором канале просто болталками, чтобы поддержать кого-то, да, свои мысли высказать. Так что, девочки, потом сброшу ссылку. У меня есть второй канал с болталками. Если вам будет скучно, будете перед сном смотреть что-то, да, то поболтайте со мной. Итак, давайте смотреть. Первый вариант, второй женатик, третий женатик и четвёртый женатик. Это его отношение к вам, чувства его. И берём золотое таро. И на золотом таро смотрим, что же он хочет вообще от вас. Первый вариант, второй, третий, четвёртый. Выбирайте своего женатика и давайте посмотрим. Это гадание, девочки, именно для тех, кто находится в долгих отношениях с женатиком. Где есть у вас секс, типа второй семьи у вас с ним, да. То есть он всё равно женат, он что-то вам говорит, что-то делает, что-то не делает. Значит, именно долгие отношения. Не только вы познакомились. У меня есть другое видео, где вы только с женатиком. Для тех, кто только познакомился с женатиком и вот просто думает упасть в эту пучину, либо не упасть. А сейчас мы будем гадать именно на тех, у кого длительные отношения с женатиком, которые длятся, длятся и длятся. Выбрали, дорогие мои? И давайте посмотрим, что же. Первый вариант сейчас выкладываем. Первый вариант, третий, старший аркан императрица и девятка мечей, девочки. Сразу говорю, как оно есть, да, в связке вот этих двух-то из двух колод Таро. С одной стороны, у вас с этим человеком могло бы многое что получиться, если бы он был бы не женат. Но с другой стороны, вот когда выпадает девятка мечей и рядом ещё и императрица, вне зависимости с одной колоды, с двух колод, это для одного этого первого варианта, для вас я говорю, девочки. Это говорит, что с вас в прямом смысле этого слова вытягивает силы именно та жена. Да, то есть, я бы даже сказала, может быть, тут и не жена, тут даже целая эта троица вас может быть. Может быть, и не только вы у него есть. Девочки, тут такое ощущение, что может не жена быть, а ещё какая-то вторая любовница, да. Ну ладно, будем говорить о именно другой женщине и, скорее всего, это будет пусть жена. Буду её называть так сейчас, да. Вытягивает с вас все соки. Вы как донор для этой семьи. То есть, эта семья существует только потому, потому что вы донор. Вы донор. Я это не зря просто повторяю. Для того, чтобы вы поняли, почему вы такой расклад даже тут вытянули, да. Это как два вампира, которые просто тянут с вас эту живую энергетику, женскую энергетику, для того, чтобы у них в семье было всё хорошо. И причём вот эта жена, скорее всего, она даже позволяет своему этому мужу, чтобы он ходил налево, да, для того, чтобы он хватал вот эту вот женскую, воровал, я бы даже сказала, женскую энергетику, и приносил её в своих костлявых, в костлявых, бледных ручках вампира другой вампирше. Понимаете? Выживая кровь, плоть, да, со своим сердцем, со своими мыслями, со своим мозгом, они тянут с вас энергетику, да. И чем больше вы будете в ней, в этой фигне находиться, именно с этим мужчиной, да, тем больше с вас будет это всё вытягиваться, девочки. Понимаете? Этой императрицей могли бы быть вы, но тут идёт подмена, подмена вас на другую, девятка мечей. Я бы в этой ситуации, этого рыжего, как говорится, со своей жизни вычёркивала, да, но это не так уж и просто сделать. Если у вас, чем дольше эти отношения с этим женатым длятся, во-первых, он не разведётся, он не поменяет вот эту свою вампиршу на вас, потому что вы для них донор, для него и для неё. Девятка мечей, девочки, полностью выкачка вашей жизненной энергетики, да. Чем больше вы с ним, тем больше у них добавляется этой жизни в семье, понимаете? Чем больше вы даёте этому мужику, тем больше он обогащённый приходит домой, и вот эта вот его жена, она выкачивает с него вот то, что вы подарили ему, понимаете? А она ему не может дать то, что он бы, например, хотел, да? Он идёт к вам, он напитывается от вас, идёт в свою семью, и у них получается того, что у них в браке не достаёт, оно закрыто. Вопрос закрыт, потому что ты, моя дорогая, ему это всё отдала. И давай ещё-ещё посмотрим тут всё-таки, да, доб достанем. Какие чувства. Паш Кубков. Ну вот он реально тут выпал этим пажом даже Кубков, да, сердечным валетом, если так перевести. Есть Паш, рыцарь, король, да. Так он, король, это дающий рыцарь, который ухаживающий, да, а Паш Кубков, это как будто как мальчик какой-то, точнее, переносное звено к паучихе от вас. Я думаю, вы поняли намёк. И давайте ещё вытянем на золотом тару карту одну. Ну и смотрите. Вот посмотрите, что с вами делают девочки. Посмотрите на себя вот здесь по золотому тару. Полная выкачка жизненной энергии, жизненных сил, да. По мечам по девятке и десятка жезлы. Я ещё бы сказала, что, да, материалку с вас выкачивают. Причём вот эти вот силы, которые вы бы могли, жизненные силы, которые вы бы могли потратить на зарабатывание денег, да, на свой карьерный рост, на обогащение себя, вы, получается, это тратите на вот этого вот жениха, если его можно так сказать. Что он вам даёт, как Паш Кубков? Что может дать вообще Паш Кубков в отношениях, да? Это отношения такого, знаете, первое знакомство. Вспомните, например, первое знакомство, которое у вас когда-то были, да, и которые, например, дальше не развивались. Ну, мужчинка даёт какие-то такие эмоции приятные, приятно вроде бы проводите время, вам не скучно, потому что вроде бы вечер с кем-то провели, да, но большего он вам не даёт. Он вам не даёт вот вообще никакой глубины. Почему? Потому что он тащит всё к этой императрице, к карте третьего старшего аркана. Он Паш, она императрица. Понимаете? Там матриархат такой. И даже если она такая вот ещё и очень хитрая, да, женщина, то, получается, она закрывает вот эти свои вопросы с помощью вас. Вот она не даёт ему, например, секса. Почему? Потому что, например, она не хочет заниматься сексом, она говорит, что ей болит голова, и зато у неё на следующий день будет больше энергетики заняться чем-то другим, да. Обычно что мужик делает? Мужик обычно злится, начинает мозги где-то колупать жене, да, из-за того, что она не даёт, и тем самым нарушает её баланс, да, энергетический. А вот этот мужчина женатый, он идёт к вам за этим же сексом, высасывает с вас эту энергетику, женскую энергетику, да, получается, не достаёт мозги своей жене, занимается своими делами, ходит весёлый, и тем самым даже вот в этом весёлом своём расположении духа с ней больше общается по-дружески, ей помогает, потому что у него есть эти силы, и она чего-то не затрачивала. А с вас идёт капитальный отток энергии, вот здесь вот по первому варианту. Вам это надо, девочки? Вот эти вот длительные отношения. Желаю вам реально взвесить вот эти долгие отношения. Я вам скажу одну вещь. Мужчина в течение вот этого первого года, пока он с женщиной, да, он практически сразу же решает, обычный мужчина, свободный, допустим, возьмём, он будет с этой женщиной, хочет он жениться или не хочет жениться, и весь этот первый год у него проходит в наслаждении друг другом, да, и, скорее всего, мужчина делает предложение женщине или не делает, да. Вот этот женатик, он пришёл к вам не с предложением руки и сердца, да, и посмотрите, сколько ещё это длится, девочки. Если это ваши отношения длятся уже больше, чем год, да, два года, три года, четыре, десять, пятнадцать лет, да, ничего не будет, зря вы его ждёте. Этот Паш Кубков вам даёт только вот эти вот вечера, чтобы вы не скучали, просто не скучали. Паш Кубков переносит вашу жизненную энергию своей вот этой вампирше, королевой вампиров, понимаете? Она его в одно время пригробастовала к себе и вас. Если вы думаете, что вы его вытянете, да, то я не думаю, что тут можно вытянуть, и вообще это надо. Девочки, если вы видите, да, что вы ждёте его, что вы с ума сходите без него, что если... В общем, по этой ситуации тут всё ясно, вот, по крайней мере, по этому первому варианту всё ясно. Я бы закрыла вот это. Знаете, что произойдёт, если вы бросите этого женатика? Во-первых, он будет конючить вас дальше, а в встречах и всё остальное пытаться достать у вас эту энергетику, потому что же вы давали, как это так, вдруг лавочка прикрылась, да, он будет добиваться, добиваться, причём разными такими пашкубков, да, будет вот на вас вот этими, на ваше больное, на любовь эту давить, да, на вашу любовь, человеческую любовь, на ваше открытое сердце, откуда он питался, он вот этим будет и пользоваться дальше, да. Я бы прикрыла ему лавочку. Даже если вы не в состоянии сейчас быстро взять, всё отрубить и расстаться с ним, а вы попробуйте сделать один эксперимент, а никому не будет плохо от него, девочки, если вы там с ним уже давным-давно долго были, да, вам не будет плохо, если вы проведёте один эксперимент. Я не знаю вашу цикличность, да, это общий расклад, но у каждого, например, цикл восстановления разный, у кого-то год, у кого-то месяц, да. Посмотрите лунный месяц, вот по лунному месяцу можно судить даже, да, просто возьмите, откажитесь от общения с ним на месяц, на два лунных месяца, на три лунных месяца, там по 28 дней, да, просто вот по лунному календарю. И посмотрите, возьмите, сделайте такое, вам же скучно, правильно, когда его нету? Возьмите, расчертите себе первый, второй день, пятые лунные сутки, десятые лунные сутки, да, и посмотрите, как вы себя чувствуете, когда вы с ним не общаетесь, да, записывайте от одного до десяти просто своё настроение, которое у вас было в течение дня. Хороший был день, там, плюс десять, плюс девять. Плохой день, плохое настроение было, записывайте там 0, 1, 2, 3 или там минус 5, ну, и вот вы посмотрите, дорогие мои, да, когда вы не будете с ним общаться, и как быстро ваша вот психика будет восстанавливаться, и как много вам чего будет даваться именно в те дни, да, когда вы от него будете отвязываться, от этой привязки. Тут даже по деньгам у вас могут такие выигрыши, чуть ли не в лотерею быть, понимаете? Приходы тянет с вас эту энергию. Вот такой вот был первый вариант. Ну что, котики, второй вариант, длительное соглашение с женатиком, как он относится к вам, восьмёрка Пентакли и рыцарь кубков. Ещё один лавелас выпал. Как в первом варианте пашкубков был, да, то у вас выпал рыцарь кубков. Ну, тут уже, если там такой более-менее понятный вариант, который сечь можно, да, то здесь у вас, конечно, всё посложнее. Во-первых, девочки, рыцарь кубков манит, да, многое вам что может дать, и он, скорее всего, вам в чём-то таки даёт. Скорее всего, либо секс потрясно с ним, да, либо, может быть, даже материальные блага какие-то, да, либо он реализовывает какие-то ваши мечты, которые у вас в голове были. Но обратите внимание, что у него в чувственной сфере выпало по отношению к вам. Восьмёрка Пентакли и девочки выпало. Это не кубки, это не сердечные дела, это не привязанность любовная, это выпало враньё. Причём, знаете, манипулятивное враньё. Он, я бы не сказала, что он от вас чего-то там… Он получает с вами кайф, свой определённый кайф. Он ловит этот кайф именно с вами. Он может даже и реализуется, ему нравится с вами проводить время, потому что он чувствует себя рыцарем кубков. Он на самом деле может быть каким-нибудь старым старпёром, импотентом, да. Он может быть вообще нифига не рыцарем, да. Но именно с вами он вот этот, находит этот потенциал. Ему с вами хорошо, он себя реализует именно как мужчина. И вы ему нужны, да. Но он этого добивается разными хитрыми путями. Это паутина, девочки. Это, посмотрите, какой тут вот паук нарисован, да. Вот посмотрите, просто помедитируйте, как говорится, на эту карту, которую вы вытянули сами, своей ручкой. Восьмёрка Пентакли, паук, у которого там вот эти вот шары в руках, да, клубки. Дело в том, что я бы сказала, что вырваться из этих отношений тяжеловато на самом деле, да. От рыцаря кубков сладенького такой, сладуси тяжеловато уйти. Но если вы рыпнетесь, вот реально, да, он может задействовать какие-то другие свои методы. Это может быть и шантаж, и манипуляции, да. Какое-то общение такое манипулятивное, да, склоняет вас к чему-то, склоняет, как паук, да. Сказать, что он высасывает с вас энергию, я бы не сказала, что он что-то высасывает, как в первом варианте, например, выпадало. Так, ну давайте всё-таки ещё посмотрим. Эти отношения, в принципе, да, чем для вас, интересно, хороши? Вот мне даже шут. Так, девочки, а вы в курсе, что он на вас компромат-то собирает? Или не в курсе, так я вам скажу. У этого мужчины есть на вас какой-то компромат. Он под вас копает, копает под вашу какую-то работу. Может, вы ему что-то не договариваете, но он под это компает. Под вашу семью, под ваши какие-то материальные блага копает, да. Ему даже интересно, знаете, ваши чувства, какие мужчины вам нравятся, да. То есть он просчитывает даже наперёд, на семь шагов вперёд, для того, чтобы и вас у него никто не украл, и чтобы вы дальше выполняли свои функции, для того, чтобы он чувствовал себя этим рыцарем кубков на коне. И на коне, и с чашей, да. Вы поддерживаете в нём вот этот вот огонь. Жена тут никакая не задействована, но компромат на вас собран, девочки. Я реально вам говорю. Он где-то пытается даже вас вот дурить. Он много вам не досказывает про вас же, но компромат конкретный, понимаете. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы не выползли, не уползли от него никуда в сторону. И тут есть одна такая вот помеха, очень большая, да, может быть. Смотря как с ним договоришься. Вроде бы он адекватный, да, вот этот мужик ваш. Но дело в том, что если вы вдруг рыпнетесь и найдёте себе другого мужчину, с которым вы захотите брак, семью, детей, да, он от вас вот таких вот всех своих конкурентов отметает ловко. Он может вам позволить такой, знаете, выгул на длинном поводке, да, что вы можете пометить там территорию, пописать, да, и понюхаться с другими собачками, я грубо говорю. Но как только он увидит вашу породу, как только он увидит классного мужика, который набивается вам в мужья, будет опасность такая, что вас заберут вообще у него, да, он на семь шагов, продуманными шагами, быстро с вас сделает дуру. Вот этого вот шута, понимаете? Нулевой аркан. То есть все ваши попытки связать свои, связать себя с другими мужчинами, они будут сводиться этим же рыцарем, кубком к нулю, чтобы занимать это лидирующее положение среди ваших мужчин, да. Я бы сказала, что у него тут ещё любовь к вам, но тут уже ничего не попишешь, у него к вам любовь, да. Хочет ли он создать с вами семью, девочки? Тут идёт всё-таки рыцарь кубков, есть король кубков, да. Вот король кубков, я бы сказала, что он настроен на создание семьи, да, перераспределение, он созревший для того, чтобы, ну, как бы с одной семьи выйти и зайти в другую семью, создать новую семью. На это способен король кубков, да. Рыцарь кубков, да, на это пока не способен. У него левел, у него уровень именно вот этого мужика, которому хорошо с женщиной. Но будьте осторожны. Тут реально, девочки, тут такое дело, сразу вам говорю по этому второму варианту. Этот человек, он... его, если что-то связывает с его-то женой, и он вообще не готов, да, вот с семьи, непонятно, сколько это состояние рыцаря кубков у него длится будет, да, то, что вы ему даёте. Либо это он с вами просто такой, либо он в жизни будет дальше развиваться и дойдёт до короля кубков, и, возможно, что-то поменяется в вашу сторону, да, так как симпатия и любовь тут есть, да. Он себя ведёт, как будто неженатик, но в то же время он женат, да, мы же нагадаем на женатого. Уйдёт ли он, девочки, тут от жены, но тут я бы не сказала, что, возможно, сейчас на рыцаря кубков он может уйти. Но у него есть такие мыслишки, у него есть такие мыслишки, чтобы быть с вами всё время. Единственный вариант тут, если у него, тут надо, знаете, где его прощупать, материалку его прощупать, да, вы можете это всё сами посмотреть. Зависим ли он от жены? Независим, да, что его связывается с это? Если вот, например, держат только дети, да, а вы попробуйте обсудить с ним эту тему, да, что будет, если, как он на это вообще будет реагировать, если дети же остаются всё равно по-любому с женой в основном тогда, то есть будет ли он испытывать какие-то чувства, если он будет приходящим папой воскресным, хочет ли он завести с вами этих детей, то есть вот на его эти дальнейшие шаги чёткие по отношению к вам, тут надо прощупывать его отношения с женой тоже, потому что вот тут вот именно показано, как он относится к вам. Как мужчина, как он неженатый, как будто он и неженат, понимаете, ловит вас. О, какой он! Ну, в принципе, я бы сказала, тут на второй вариант более-менее благополучный вариант, да, развитие событий. Просто либо его дальше обрабатывать, да, а хватит ли вам сил, да, а нужно ли вам это. Тут много таких вот всяких аспектов есть. Вот сесть и подумать, а ещё лучше даже с ним вот эти вот моменты пообсуждать, да. И вот мужчина, он не может так ходить вокруг да около, как женщина, да. Он в основном говорит всё так, как есть, да. Так что можно с ним поговорить на эту тему, девочки. И не забывайте про вот этот вот компромат, который он на вас собирает, чтобы вас со своих лап не выпустить. Это был такой второй вариант. Так, уберём эти карты второго варианта. Третий вариант, девочки. Третий вариант. Его чувства по отношению к вам, женатик. И что вообще у вас и как. Четвёрка Пентаклей. Ну, что я вам скажу одну? Ну, что вам сказать, девочки? Королева-то Пентаклей и четвёрка Пентаклей. Одни Пентакли выпали у вас. Я вам скажу одну вещь. Вы заводила ещё та. Вы этого мужчину возбудили. Как говорится, вы сделали так, чтобы он семьи своей, как говорится, от жены. Не будем про семью говорить, да. Мы будем именно про жену говорить. Вы та королева Пентаклей, которая сводит его с ума. И пока, он, знаете, он для вас как игрушка. Это реально просто ваша игрушка. Но если вы поменяете игрушку, эта игрушка вам станет неинтересна, вы её бросите и начнёте отношения с кем-то другим. У вас очень большой потенциал для того, чтобы связывать отношения с кем вы хотите. С любым мужчиной. Вы королева Пентаклей, да. И раз вот так вот подействовали на этого мужичка, я представляю, что вы можете сделать другими мужичками, да. Почему вы именно сюда ввязались? Я... Тут, скорее всего, идёт какая-то игра именно с вашей стороны, да. Амбиции ваши, да. Ваши желания. Ну вот понравился вам мужик, да, и вам захотелось, несмотря на то, что женат, он не женат и пофиг, да. Но у королевы Пентаклей бывает и сбои, да. Хотя она такая идеальная женщина. Бывает сбои, то, что она уходит в любовь. Бывает то, что привязывается, да. Ждёт уже, получается, вот этого мужчину. В зависимости, он старше её или младше. Ну, по арканам, по Таро, я говорю, да. Но вы с таким же успехом можете взять себе и любого неженатого, да. Сможете ли вы разбить его эти отношения с женой, девочки, да. А знаете, в чём вся фишка? У вас выпала четвёрка Пентаклей. А эта четвёрка Пентаклей говорит, что не особо у вас есть внутри вот это вот желание разбивать эту его семью, да. Разбивать его отношения с этой женой. Такое ощущение может быть, вот просто вы подсознательно держите этого мужика рядом только для того, чтобы, ну, ну, чтобы был. Потому что он вас в чём-то там удовлетворяет. Потому что вам с ним хорошо. Потому что это ваша игрушка. Ваш плюшевый тедди, с которым хочется засыпать вместе, да. Ваша звёздочка на фюзеляже ваших побед. Вот этими вот Пентаклями его заволокли. Но давайте ещё посмотрим. Он, знаете, он реально просто ваша игрушка. Давайте ещё скинем тут пару карт, посмотрим. О, восьмой старший аркан правосудия и звезда. Ну что, тут практически расклад для ведьм. Расклад женщин с такими вот... У вас, знаете, привлекательность это ваша. Она ваша настолько природная. Вот эта вот несексуальность. Я вот как-то разговаривала с ним, мужчиной, да. И мы разговаривали с ним вот на тему женской привлекательности, да. И говорили насчёт... Есть, да, сексуальные, которые там сиси вперёд, попу назад, да. И вот так вот сексуальность показывают. А есть женщины сексапильные, да. В чём были они бы не были, они всё равно офигительно привлекают мужчин, да. Вот эта природная сексуальность, которую чувствуют мужики. Эту вашу природную сексуальность чувствует не только этот мужчина. Его чувствуют многие. И осталось только в вашей голове, да, подумать и оценить вот эти отношения. Зачем он вам нужен? Для чего он вам нужен? Если вы чувствуете, что это ваша игрушка, и по многим таким жизненным показателям он вам не подходит, да, то просто не уделяйте ему так много времени этому мужчине. Найдите ещё себе четверых. Вот этот расклад третий, девочки, это просто расклад для моих самых лучших подруг, да. Для подруг таких же, как и я. Находим в этой ситуации себе, дорогие мои королевы Пентакли, ещё одного нашли, ещё троих мужиков. Находим вот этих королей крестовых, бубновых, пиковых, бубновых и тасуемых. А тот, который нам больше подходит в зависимости от вашей масти, да, бубновый приложится в супруги бубновой, крестовой, крестовый, да. И вот это вот будет у вас гармония. Вот обратите на это внимание тоже. Вот именно в этом моменте, в третьем варианте, с вашим этим мужичком, мужчиной, любимым человеком, я вам советую, что, девочки, вести ещё мужчин в свою жизнь. Я не говорю именно про секс, да, я говорю вообще. Даже зайдите на сайт знакомства, познакомьтесь, говорите с ними, говорите, говорите. Можете даже не встречаться, просто разговаривайте, да, заводите такие долгие-долгие беседы. И мужички, которые ваши, они будут отсеиваться, они будут в вашем сетичке лежать, в вашей корзиночке, да, остальные все сыпятся. Но когда у вас будет вот эта четвёрка, четвёрка мужчин по мастям, ваш мужчина прилепится к вам и будут больше, наиболее яркие чувства, чем просто вот эта четвёрка Пентакли. Четвёрка Пентакли – это то, что вы его притягиваете своей сексапильностью, этого мужика. Вот такой вот был третий вариант котики. Так, и быстренько собираем третий вариант и выкладываем четвёртый. Длительные отношения с мужчиной, с женатым. Так, ваше отношение маг и выпала звезда. Кстати, девочки, вот для вас я бы вам посоветовала, кто выбрал четвёртый вариант. Очень-очень похожие карты выпали, как и в третьем варианте. Так, я в третьем много рассказывала и практически один в один, чтобы не повторяться. Я вам советую посмотреть даже вот этот третий вариант. Он будет про вас, девочки, про вас. Но там была у нас королева Пентакли, а у вас выпал первый старший аркан мага. У вас ещё всё более сильнее, чем в третьем варианте. Понимаете? Так, и давайте ещё для вас немножко тут разложим, посмотрим. Всё, девочки. Третий вариант – это точно про вас. Вот там вот с советами, которые я говорю, да. Но вы, получается, на ступень выше, чем королева Пентакли, про которую я говорила в третьем варианте. На ступень выше идёте. Вы верховная жрица и маг. И выпала у вас звезда. И мечи, кстати, у вас выпадают. И тут, и тут выпадают мечи, пятёрка кубков. Так что, девочки, что я вам могу в дополнение к этому третьему раскладу сказать, да. В дополнение. Вот эти вот отношения с этим мужчиной именно, да. Я бы сказала, что они временные и они закончатся. Вот это у вас идёт какая-то кармическая проработка, как у верховной жрицы. Вам, получается, вот этот вот опыт в жизни, да, пригождается для чего-то нового, для какой-то сверхновой звезды. У вас в жизни будут ещё какие-то другие изменения. Но вот эти вот отношения с этим женатиком – это не просто отношения, да. Я не советую вам относиться к нему как к живому человеку со своими чувствами по одной простой причине, потому что это ваш кармический материал для обработки. Я это говорю для мага и для верховной жрицы, понимаете. Он – ваша кармическая проработка. Вам что-то надо в этой жизни понять. Вы поймёте это, да, и вам это поможет в вашей даже практике, моя котик. В практике, в последующей, которой ты даже будешь заниматься. Что для тебя, тебя готовят, тебя готовят к высшему. И поэтому перейди, пожалуйста, назад, отмотай видео до третьего варианта. И посмотри, какие там советы есть, которые я говорю про четырёх королей. Вот это как раз-таки тебе поможет вот эту вот практику и получить. Вот такие вот пироги. Так что, девочки, не обижайтесь, что я по четвёртому сейчас варианту мало говорю. Но тут получаются практически один в один советы, которые я давала по третьему варианту. Держу за тебя кулачки, пальцы крестом и люблю тебя, моя дорогая. Всё будет хорошо. Пока-пока.